всем привет сегодня хочу вам рассказать про spider copolis в четвертой его генерации версии lightweight так сказать в облегченной и более доступной данное видео стало возможным благодаря магазину ножиков точка ру ссылки на нож на все соцсети ножикова будут разумеется в описании к видео и в закрепленном комментарии подписавшись на их соцсети будете в курсе всех новинок и будете в курсе в принципе кучи всякой интересной ножевой информации герой сегодняшнего нашего обзора выглядит именно вот так это огромная огромная эндуро да но полис выглядел так не всегда и обычно когда говорит спайдерка полис лично у меня скорее вот этот нож возникает в образе причем именно вот в таком цель на стальном цель на оси рейтер нам исполнение этот нож снялся в таком количестве фильмов и клипов что просто я не знаю что наиболее популярнее чем этот нож причем самое забавное но что называется полис и вроде как придуман был для полиции но в фильмах обычные вооружаются либо плохие копы либо бандиты давайте я немножко расскажу про историю данного ножа выпускается он компании спайдерка с одна тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года это практически ну практически баг 110 тот лет примерно на 30 пораньше стали выпускать но тем не менее не менее культовый нож первое поколение она в принципе не называлась полис это была модель 1007 и выпускалась она в сталях джин один и стали g2 примерно с девяносто первого по девяносто четвертый год появилось второе поколение в котором был побольше разброс стали там были это с 55 от с 34 вид же 10 и основными отличиями было то что замок переехал ближе к середине рукояти и то что появились вот эти вот самые как раз снятые фаски раньше он был такой более вот как из g10 более такой рубленый без снятых фасок и в двухтысячном году на ножи спайдерка полис был добавлен бой дент был такой товарищ дэвид бой который придумал снимать вот здесь вот вот этот вот радиус для того что когда вы держите этот нож рукой он достаточно скользкий чтобы вы случайно не отжали рукой этот замок что здесь нужно его именно продавить вот эта штуковина называется бой дент которую собственно придумали в двухтысячном году были версии и с g10 и с карбоном и алюминиевый титановый и черный и золотистый общем было очень очень много разных версий и собственно с 2008 года появилась версия полис 3 которая была во первых разборная на g10 и у нее клипса была в четырех положениях и она у нее модифицирован был клинок и в 2017 году компания спайдерка представила четвертое поколение в ней есть собственно на g10 модель со сталью к 390 на данный момент снита с производства и собственно вот эта вот версия лайтвейт я предлагаю наконец-то пробежаться по характеристикам данного ножа вес 119 грамм длина рукоятки 144 миллиметра и в самом толстом месте 11 миллиметров накладки выполнены из пластика фрн тип замка бэклок клипса переставляемая в четыре положения и отличительная особенность данной модели в том что у нее стоит клипса от эндурой с расчетом что здесь будет темляк но темлячного отверстия здесь нету длина клинка 111 миллиметров из них полезных 101 в обухе 2,85 миллиметра в отличие от эндурой на этом ноже появился полноценный чойл в который можно переложить палец и это очень здорово это то чего на самом деле иногда не хватает эндуре и то что есть собственно уберт кара кара 2 относительно сведения конкретно на моем экземпляре везде равномерненько по 05 еще хочется отметить что абсолютно все абсолютно все поколения spider copolis изготавливались исключительно в японии самого 1984 года ну и как обычно пока мы далеко не убежали от его габаритов давайте мы его сравним с другими более известными ножами которые вы хоть раз да в руках держали либо видели близко нож безусловно большой это такой большой серьезный кухонник потому что здесь все для этого предназначена да и сталь вид же 10 заявленной твердостью 58 50 единиц что на современных ножах так она и на самом деле есть что она не ржавеет она хорошо подходит для каких-то кухонных задач среднее сведение до 0 5 равномерное 285 в обухе прямые спуски от обуха здесь тройной клин этот нож предназначен для реза причем длина клинка как раз это и позволяет носить на кармане его ну на самом деле не каждый сможет потому что он достаточно длинный и достаточно широкий но особого дискомфорта не вызывает сразу хочется отметить что несмотря на то что здесь прям угадываются все черты эндуро и все остальное внутри сам бэкспейсер по форме немного отличается и самое главное что у нас наконец-то появился стальной стальная деталь стальная такая вот боночка которая держит часть бэкспейсера пластиковая чтобы он не отгибался ранее эта часть была сделана из пластика давайте разберем нож и посмотрим как он устроен внутри в деталях и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ножикова сразу в описании к видео. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока!